Ваша текущая квалификация. Если вы обратили внимание, то в настоящий момент квалификация указывается за последний период, то есть ваша последняя достигаемая квалификация. Теперь квалификация будет real-time, то есть если вы сделали сейчас директора, то вы будете числиться директором. Через 5 минут вы сделали уже национального директора, вы будете отображаться как национальный. Так и задумывалось изначально, просто мы это сейчас завершаем. Далее, вы сможете также продолжить в ближайшее время покупку билетов в Дубай, кто не успел это сделать. Появятся текстовые страницы информационного характера, расписание вебинаров, офисы компании, то есть файлы, условия участия и так далее. Это не то, что требовалось с самого начала, да, мы работали по максимуму, внедряя самый основной функционал, который вам нужен для работы. Мы понимаем, что это также необходимая информация, но она появится в ближайшие совсем уже дни. Далее, приветственные e-mail, как я уже сказал, письма после регистрации, письма с восстановлением ваших паролей будут также приходить до конца этой недели. Бинарное дерево на отдельной странице, тоже упомянул. Ну и загрузка ваших аватарок, ваших фотографий. Контрактный счет уже имеется. Понимая этого, мы получаем очень много ваших писем с вашими отзывами, предложениями и будем получать еще. Будем фильтровать эту информацию, отбирать самые необходимые, на наш и ваш взгляд, и постепенно внедрять. Ну что, партнеры, я теперь передаю слово IT-директору нашей компании Евгению Шимальскому. Евгений, пожалуйста, подключайтесь. Да, кажется... Ну, я вроде бы... Еще раз, очень здорово вас тут всех видеть. Спасибо большое, Яну, за экскурс. У меня сегодня суперкороткая роль. Я представлю Егора, еще пару слов скажу о новом личном кабинете. Когда запустился на прошлой неделе, да, и сейчас это уже система более богатая функциями, и она постоянно развивается, это не что-то стоящее на месте. Да, я вот сейчас скажу про платный контент и услуги. Значит, причина, одна из причин перехода на свой собственный полностью новый личный кабинет, это тесная интеграция с другими продуктами Pushme. Соответственно, как только мы стабилизируем систему, ее бизнес-часть, мы перейдем к тому, что является платными подписками и платными товарами. Мало того, личный кабинет не останется таким же, как вы его видите сейчас в ближайшие месяцы. Мы начнем и будем вести ту самую горизонтальную интеграцию с другими продуктами, о которой мы говорим все последнее время. Поэтому для вас, лично для каждого, это однозначно позитивное изменение. То есть это в момент запуска, когда кто-то не получил имейла или кто-то не мог найти, где кнопку, были упаднические настроения, верните обратно старые ЛК. Так вот, никаких старых ЛК не только не вернется, но они вам через неделю или через месяц покажутся просто ужасом, потому что у вас будут новые и в сто крат более удобные инструменты для ведения вашей работы. Про продукты. Я думаю, что Ян и Егор, да, Егор, наверное, скажет более детальные какие-то вещи про тайминг, про время запуска тех или иных сейчас жизненно важных сначала функций для личного кабинета, а потом мы перейдем к интеграции с другими продуктами. Я бы рискнул сказать, что вы какую-то часть из них в декабре уже увидите, но, скорее всего, это займет у нас и декабрь, и январь. Платные продукты будут запущены таким способом, да, то есть вы сможете купить, так же, как по аналогии с магазином старой системы, вы сможете зайти туда централизованно, купить, например, подписки на PRM, на PushMessi.RM, вы сможете купить, то же потратить деньги на вашем продуктовом счету, который будет подвязанным к другим продуктам и так далее. То есть для тех, кто нетерпеливо ожидают появления, все на самом деле, продуктовых счетов в других продуктах, то они останавливались именно запуском нового MLM-софта, и сейчас это наконец-то произошло. Поэтому мы вам детали про и платные подписки на PRM, и про приобретение клауд-кодов, то есть я не знаю, знают ли все о том, что мы собираемся продавать и уже включать в пакеты пополнения на PushMeCloud, и годовую подписку на PushMeCloud, но сейчас это уже вопрос только технической интеграции, и как только она произойдет, мы вам дадим знать. Буквально недавно подтвердил Apple мессенджера версию 2.1, там поправлены достаточно серьезное количество мелочей, вы можете все скачать, и новая бета на Android, наверное, через пару дней. Я не буду вдаваться в детали этих продуктов сейчас, для этого нужен отдельный вебинар. Пару слов о том, что скажет Егор, и о Егоре конкретно. Мы делали вместе еще в совершенно незапамятные времена бизнес-структуру и внутренность компании TellMe, в которой кто-то из старожилов может помнить. Познакомились мы с ним тоже фантастически давно уже, поэтому понятно, какие мы старые, хотя я надеюсь, что мы еще хорошо выглядим. Соответственно, Егор – это человек абсолютным авторитетом, во-первых, в сфере разработки софта, а во-вторых, специфическими знаниями о том, что такое сетевая структура. Это, собственно, все, что вам нужно сейчас знать. Я думаю, что какие-то еще технические вопросы, те, что остались непонятны после Яна, на них остановится еще Егор. Ну и всегда есть централизованная служба поддержки, куда вы можете писать, и вам в течение 24 часов ответят. А если не ответят, то мы, конечно же, их расстреливаем, как вы понимаете. Все. Большое спасибо. Я передаю микрофон и выключу свой, чтобы не было эхо. Спасибо. Меня зовут Егор Егоров. Я не знаю, выглядим ли мы хорошо, как говорил Женя, но могу вас заверить, что господин Шумольский выглядит замечательно. Что касается личного кабинета, тут прозвучал вопрос в чатике, как посмотреть детализацию счета за прошлый период. Я думаю, что имелся в виду период эксплуатации личного кабинета предыдущей версии. К сожалению, история именно там. И если вам нужна детализация истории из прошлого личного кабинета, то имеет смысл писать e-mail в саппорт. У нас есть к нему доступ, мы посмотрим и вам перешлем всю историю. А, к сожалению, из-за ее больших размеров и несовпадения с новой системой, мы ее не импортировали. Самое главное, что я хотел бы вам сказать. Нам, отделу разработки, очень-очень важно услышать ваше мнение про личный кабинет. Нам очень важно услышать конструктивную критику. Что вам не нравится, что вам неудобно, что бы вам хотелось, какие операции вы делаете чаще всего и как вы их делаете, как бы вам хотелось их делать. Пишите, пожалуйста, на саппорт, на официальные адреса Pushme. Уверяю вас, что вся почта читается. Саппорт консолидирует ваши письма и передает нам в отдел разработки. Мы их очень внимательно читаем. Без вашей обратной связи мы никогда не узнаем, какие вещи вам неудобны и какие фичи вам хотелось бы видеть в новом личном кабинете. Это можете нам сказать только вы. И поэтому очень жду, что в течение ближайших недели, двух, трех вы будете нам писать. Мы будем это внимательно смотреть. Не обещаю, что то, что вы попросите, появится очень быстро. Процесс разработки, он не должен быть быстрым, он должен быть качественным. Но уверяю вас, что ни один фидбэк не останется без рассмотрения. В связи с чем, желаю вам удачи. Отключаюсь. Передаю слово Яну. Всем спасибо. До свидания. Спасибо большое, Егор. Партнера, хотел бы вас еще обрадовать. Также, если вы помните, на событии президентом мной было объявлено о том, что новый контент новых пакетов при запуске софта 2.0 будет распространяться не только на тех, кто приобрел эти пакеты с запуском нового софта, но также и на тех, кто покупал пакеты до запуска нового софта. Так вот, хочу вас обрадовать, что вчера, если не ошибаюсь, Егор подтвердит, мы начислили активность задним числом всем тем, кто покупал пакеты Team Builder и Founder, на тот момент Stock Holder, соответственно, на 6 месяцев и 12 месяцев. Да. То есть, если вы покупали пакет Stock Holder на тот момент в августе, скажем, 15-го года, то до февраля 15-го года на 6 месяцев вы продлите, ваша активность была уже продлена. Если вы покупали Team Builder, то на 6 месяцев, если Founder, то на 1 год. Соответственно, если вы купили в июле, то до июля следующего года вы активны. Да, это отличная новость, поздравляю вас с этим. Вот. Ну что, если у вас нет... ...активности, генеалогии, распределения счетов доступно только... ...и Санкт-Петербург, реферальная ссылка. Об этом говорили в начале, она звучит как office.pushmecorp.com слэш номер спонсорам. В Афганистане у нас есть, кстати, пользователи, ну, по крайней мере, они так заявили. Пакет Savage Pack покупается отдельно. Это не является бизнес-пакетом, это является промо-пак, который вы видите отдельно на вашей главной страничке. Да, я должен быть с вами. Это тоже как бы привязано к продуктовому счету. То есть нам нужно будет из мессенджера спросить человека, является ли он дистрибьютором Pushme, потому что есть пользователи мессенджера, которые не являются дистрибьюторами. Если он им является, то подтвердить его продуктовый счет и переводить на него, на этот продуктовый счет, соответственно, бонус за приглашение. Мне сейчас сложно оценить вам, сказать точно дату, когда это появится и будет вам доступно, но на самом деле код, который считает эти бонусы за приглашение, он для мессенджера уже работает давно, просто он в режиме скрытом, соответственно, эти суммы не начисляются. Так что, как только мы дойдем к этому, закроем срочные дела со стороны Егора, которые касаются именно бизнес-части, то мы перейдем к продуктовым, потому что они так или иначе, несмотря на то, что они очень важны, они вторичны по сравнению с бизнес-функционалом. Так что, ну, вот так. Несколько недель, как минимум нам на это нужно, учитывая праздники и день рождения компании, то январь. Я вижу, тут много вопросов на тему пакета за 100 долларов. Если имеется в виду пакет-стартер за 100 долларов, то да, он работает. Вы можете увидеть, как на нашем сайте, внизу, в самом подвальчике, вы можете увидеть ссылку на соглашение партнерское на оферту. Прошу вопрос. Значит, просьба, такие вот кейсы, когда сгорели CV, или вы считаете, что вам начислена неправильная комиссия, или еще какие-то, пожалуйста, пишите в саппорт. Мы готовы рассматривать такие кейсы в отдельности, потому что такое возможно, что CV сгорели по правилам системы, то есть если не было активности, то CV были обнулены. Данные у нас есть, поэтому, Игорь, напишите, пожалуйста, в саппорт. CV будут восстановлены, если на то есть соответствующие правила. Офис Алматы. Как я уже сказал, договор находится на сайте договора ферты в личном кабинете. А что насчет регистрации компании, вы, наверное, имеете в виду сертификаты, да, они будут в личном кабинете в информационном разделе, появятся вместе с остальными разделами расписания вебинаров, офисы компании, файлы и так далее. Андрей Пермяков, да, единственное, что мы не показываем кнопку продления, кнопку активации своего личного кабинета, если до конца активации еще, бог знает, сколько времени. Мы ее показывать начинаем за три недели до конца активации ЛК. Офис Санкт-Петербург. Да, на русском языке, конечно, пользовательское соглашение было всегда, и оно будет. В данный момент оно на английском, я проверил, в личном кабинете, но мы с Егором поставим на русском в ближайшее время. Римма, да, пишите в саппорт, рефант сделаем. Андрей Волжский, один человек. Значит, саппорт может ответить неоперативно, но, по крайней мере, все вопросы касательно девелопмента, они точно приходят к нам. Вопрос, что ответ может задержаться, но более вероятная ситуация, когда вы увидите результат у себя в ЛК раньше, чем вам придет ответ e-mail от саппорта, или не придет вовсе. Ну, вот так.